Добрый вечер Чтобы вспомнить песни Василия Павловича Соловьева-Седова Я надеюсь, что вы будете петь вместе с нами, потому что многие его знаете, естественно И таким образом мы отметим его день рождения Ему исполнилось бы 110 лет Решили это сделать вот по такой причине Инициатором выступил его внук Василий Соловьев-Седой-младший Он тоже будет петь вместе с нами, вместе с вами Была такая шутка среди музыкантов в середине прошлого века Они говорили, что все, что не успел написать Исаак Дунаевский Написал Василий Павлович Соловьев-Седой И как бы разделили по популярности, наверное, все песенное пространство Второй половины 20 века и первой половины тоже Потому что начинали они довольно рано И Василий Павлович, конечно, обладал таким абсолютным авторитетом И был человеком, которого в этом мире все бесконечно уважали Он написал более 700 песен Тиражи лучших его песен достигали 2,5 миллионов экземпляров Сегодня это трудно представить себе И был он человеком при этом необычайно веселым, легким, жизнерадостным, я бы так сказал Пели его песни все и любили петь песни его все И Утесов, и Шульженко, и Марк Бернес, и Эдита Станиславовна Пьеха Не было людей, которые, собственно, не пели его песен Думаю, что тут сыграло роль в каком-то смысле его происхождения Его мама Анна Федоровна была горничной у знаменитой певицы Анастасии Вяльцевой И очень советовала, потому что мама очень хорошо пела, Анна Федоровна Вяльцева ей советовала идти в хор Но поскольку папа занимал очень серьезную должность Папа его, Павел Павлович, был главным дворником Невского проспекта И поэтому, не смейтесь, он был не просто дворником, а главным дворником Невского проспекта Поэтому Анна Федоровна ушла от Вяльцевой, получив граммофон в подарок И пластинки, на которые были записаны песни, значит, этой знаменитой певицы Видимо, Василий Павлович как бы решил восполнить то, что не сделала его мама в свое время И он стал действительно потрясающим, великим композитором-песенником Итак, мы начинаем за пультом маэстро Арсентия Таченко Оркестр театра мюзикла И в этом спектакле, концерте, участвуют артисты Московского театра мюзикла И студенты, которые в этом году выпускаются Это наши студенты, студенты нашего театра Которые выпускаются в Щукинском училище Они вот, по существу, один из их таких дипломных спектаклей Прошу АПЛОДИСМЕНТЫ В небе и в реке такая синева АПЛОДИСМЕНТЫ Посмотришь, 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 вокруг кружится голова АПЛОДИСМЕНТЫ Бежит за лодочной кормой И пропадает вслед Как хорошо мечтавать вдвоем Когда вам двадцать лет На моем плече Лежит твоя рука Все дальше и дальше и дальше Несет на полнах В нас веках для сердца полного любви Преград на свете нет И все дороги впереди, когда вам двадцать лет Видно, мы такой настойчивый народ Нам давнее-давнее наша мечта покоя не дает Нам снятся дальние пути и яркий звездный свет И до луны недалеко, когда вам двадцать лет И до луны недалеко, когда вам двадцать лет Только, только двадцать лет Только, только двадцать лет Если бы парни всей земли Вместе собраться однажды могли Вот было бы весело в компании такой И до грядущего подать рукой Парни, парни, это в наших силах Землю от пожара уберечь Мы за них, за дружбу, за улыбки милых За сердечную встречу Мы за них, за дружбу, за улыбки милых За сердечную встречу Если бы парни всей земли Город и песню от грузы пели Ухал, здорово, вот это был бы гроб Давайте, парни, город запоем Парни, парни, это в наших силах Землю от пожара уберечь Мы за них, за дружбу, за улыбки милых За сердечную встречу Мы за них, за дружбу, за улыбки милых За сердечную встречу Если бы парни всей земли В мир и присяду свою в улыбке Если бы было радостно, тогда на сайте жизнь Давайте, парни, навсегда дружись Парни, парни, это в наших силах Землю от пожара уберечь Мы за них, за дружбу, за улыбки милых За сердечную встречу Мы за них, за дружбу, за улыбки милых За сердечную встречу Услышь меня, хорошая Услышь меня, красивая Заря моя вечерняя Любовь неугасимая Иду я вдоль по улице А месяц в небе светится А месяц в небе светится Что к нам с тобою встретиться А месяц в небе светится Что к нам с тобою встретиться Еще косою, острою В лугах трава не скошена Еще не вся черемуха В твое окошко брошена Еще не скоро молодость Да с вами распрощается Любви, покуда любится Встречай, пока встречается Встречай меня, хорошая Встречай меня, красивая Заря моя вечерняя Любовь неугасимая Заря моя вечерняя Любовь неугасимая Вдоль квартала Вдоль квартала взвод шагал Вася Крючкин подходяще запевал А навстречу безусловно не спеша Шла раскрасавица душа Шла раскрасавица душа Увидала Васю Крючкина Она улыбнулась Словно полная луна А Василий понимает Что к чему Маруся нравится ему Позабыла Тут Маруся про дела Помернула И за нами в свет пошла А Василий О, зраток сердечный фронт Разливался, как бояр Тут возникла И это самая любовь Что волнует И тревожит нашу кровь Видим, Вася От волнения побелел И снова песенку запел И снова песенку запел Как мы бели Может, два и три часа захрипели Потеряли голоса, но не сдаемся В нас самих играет кровь И мы стеною за любовь И мы стеною за любовь Видит взводный Что плохи наши дела Вот Маруся До чего нас довела Крикнул взводный Ленту песню прекратить Ну, значит, так там и быть Вася Субтитры подогнал «Симон» АПЛОДИСМЕНТЫ В жизни очень часто так случается По весне, когда растает снег На пути, на жизни нам встречается С человеком человек Он хорошим парнем называется Ей такого не сыскать вовек От него ж смущенно улыбается Человеку человек От него ж смущенно улыбается Человеку человек Почему страдает парень, мается Почему он не смыкает век Видно, без внимания обращается С человеком человек С человеком человек От волнения парень заикается Свой покой он потерял на век Так бывает, ежели влюбляется В человека Человек Так бывает, ежели влюбляется В человека Человек АПЛОДИСМЕНТЫ Пал Евгеньевич Я, нас трудно назвать Спортивными людьми Но когда я вспоминаю Скажем Девушек с веслом Над которыми все привыкли смеяться Я думаю о том Что это был на самом деле Такой культ Здоровых людей Если вы посмотрите Античных фигур то вы убедитесь, что вот тогда, в конце 20-х годов, в 30-е годы, красота такая телесная, почти ренессансная, она была в большой моде. И, естественно, Василий Павлович был человеком крупным, в общем, не очень спортивным, честно скажу, но, как все, он был заядлым болельщиком. Он жил в Ленинграде, он вообще жил, это удивительно, он жил в том же самом доме, где родился до 44-го года. В этом доме, кстати сказать, был кинотеатр «Слон», где он начинал играть как топер, подыгрывая, озвучивая немое кино. И вот Василий Павлович, повторю, который не очень любил вообще спортивные упражнения, тем не менее, понимал, что спорт – это здорово, это было в духе времени. Ну, как вы понимаете, советские люди, вроде нас с вами, имели право только на два комплекса. Первый комплекс назывался «Будет готов к труду и обороне» – БГТО, а второй комплекс назывался «Готов к труду и обороне» – ГТО. И вот на тему вот этих двух самых главных комплексов советских людей, они с Василием Ивановичем Лебедевым-Кумачем написали множество песен. Две из них мы сейчас вам и покажем. Затарайся, если хочешь быть здоров, постарайся позабыть продукторов. Водой холодной обливайся, если хочешь быть здоров. Будь уверен и в поддержке в еде, будь уверен на земле и на воде, всегда и всюду будь уверен. «Будет готов к труду и обороне», «Будет готов к труду и обороне» – Будет готов к труду и обороне. Если хочешь быть здоров, постарайся позабыть про докторов. Водой холодной обливайся, если хочешь быть здоров. Водой холодной обливайся, если хочешь быть здоров. АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» Конечно, слов скажу о военных годах, о военных песнях Василия Павловича Соловьева-Седова. Он встретил войну в нынешнем Оренбурге, тогда он назывался Чкалов. И тогда же, сразу летом, они организовали военный ансамбль из Требока, который должен был ездить по фронтам. И в 1942 году этот ансамбль военный был прикомандирован к Калининскому фронту, и все они попали в Ржев. В 1942 году Василий Павлович соединился в своем творчестве с совершенно замечательным русским поэтом Алексеем Фатьяновым. Алексей Иванович, о нем можно рассказывать бесконечно, это был один из самых выдающихся поэтов второй половины XX века. Человек очень сложной судьбы, он происходил из такой семьи, которая занималась писанием икон. Как вы понимаете, это было одно из самых популярных во время советской власти занятий. И он пережил очень многое. Человеком он был строптивом необычайно, он прошел очень хорошую театральную школу, он учился в студии Дикого, потом он работал в театре Красной Армии, которым руководил Алексей Дмитриевич Попов. Но актером не стал, хотя в это актерское дарование его, наверное, помогло слышать то, что заложено в музыке. А Василий Павлович вообще никогда в жизни не писал на музыкальные рыбы. Он никогда, вот ему никогда не говорили, вот ты напиши музыку под такой-то ритм, там, под такую-то рыбу, а потом мы тебе под это подложим стихи. Он всегда работал с большими поэтами и всегда очень хотел, чтобы стихи выразились в музыке. И вот с Фатьяновым он провел очень много творческих часов работы. Но одна из самых знаменитых песен, которая родилась уже после войны, сразу после войны, это песня Соловьи, она была написана за два часа. И когда генерал Соколов услышал эту песню, текст ее, он сказал, ну давайте только одну поправку, я вас прошу, сделайте, поменяйте слово «ребята» на слово «солдаты». Так что слово «солдаты» принадлежит генералу Соколову, все остальное принадлежит Алексею Фатьянову и Василию Павловичу Соловьеву-Седову. У нас в театре мы дружим с замечательным коллективом, который как бы новый и старый одновременно. Это академический ансамбль Национальной гвардии Российской Федерации, ансамбль, который существует уже много лет. Это замечательный совершенно коллектив. Мы решили, что вот надо дружить с ними, и я думаю, что эта дружба будет длиться. Художественный руководитель ансамбля, музыкальный руководитель, главный дирижер, народный артист России, профессор, генерал-майор и совершенно замечательный человек, который сам потрясающе поет. Виктор Петрович Елисеев. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат. ПУСТИ ПУСТИ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат. ПУСТИ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат. Пусть солдаты немного паскат. А завтра снова будет бой, уж так назначена судьбой. Соловьи, соловьи. Соловьи, не тревожьте солдат. 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 Путь далек у нас с тобою, веселей солдат гляди. Бьется, бьется знамя волковое. Все командиры впереди солдаты. Путь, путь, путь. А для тебя, родная, из почта полевая, Тащей труба зовет солдаты. Путь, путь, путь. Путь, путь. Солдаты, подкрой. Пусть браки запомнят это. Путь, путь, путь. Путь, путь, путь. А для тебя, родная, из почта полевая, Тащей труба зовет солдаты. Путь, путь, путь. Путь, путь. А для тебя, родная, из почта полевая, Тащей труба зовет солдаты. Путь, путь. Путь, путь. Путь. Я уже говорил вам, что вообще-то Василий Павлович старался работать с очень крупными, серьезными писателями. И он терпеть не мог, когда их называли поэты-песенники, так же, как не любил, когда его называли композитор-песенник. Это было такое, как бы, клеймо некоторое, хотя все знали, что песенники, которые, композиторы, которые пишут песни, зарабатывают значительно больше, чем композиторы, которые пишут симфонии. Но так вышло. Как когда-то говорил Лунаевский, пока меня играют в ресторанах, я могу спокойно жить на свете. Василий Павлович вообще надолго был ранен войной, как и вообще все поколение ленинградских, и не только ленинградских композиторов, которые прошли войну, которые видели войну на фронте, которые знали, что такое жизнь и смерть. И он очень долго возвращался к теме войны. А сейчас уже наш актер Евгений Шериков исполнит песню на стихе Михаила Матусовского баллада «О солдате». Поле вдоль берега крутого и махат, В серой шинели медового шел солдат. Шел солдат, преград не зная, Шел солдат, друзей теряя. Часто бывало, шел без привала, Шел вперед солдат. Шел он ночами грозовыми, Дождь и град. Песню с друзьями фронтовыми Пел солдат. Пел солдат, плотая слезы, Пел про русские березы, Прокорь, отчий, Продон свой отчий, Пел пути солдат. Словно прирослечу солдата Ахамат. Суду врагов своих соклятых Бил солдат. Бил солдат их под Смоленском, Бил солдат от Селкиенском, Бас не смыкая, Боль не считая, Бил врагов солдат. ПЕСНЯ Отчизны шел солдат, во имя жизни, землю спасая, мир защищая, шел вперед солдат. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Играй, играй, рассказывай, итальяночка сама, а тут, как черноглазая, свела с ума. Когда на битву грозную парнишка уходил, а ночью темной звездною ей сердце предложил. В ответ девчина гордая шутила, видно, с ним, когда вернешься с орденом, тогда поговорим. Играй, играй, рассказывай, итальяночка сама, а тут, как черноглазая, свела с ума. Боец с рябима порохом с ольяночкой дружил, и в лютой битве с ворогом медалью заслужил. Пришло письмо летучий в заснеженную даль, что ждет, что в крайнем случае согласна на медаль. Играй, играй, рассказывай, итальяночка сама, а тут, как черноглазая, свела с ума. Играй, 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 рассказывай, итальяночка сама, а тут, как черноглазая, свела с ума. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да, что всех милей собой Шлют улыбки ей волны зыбкие, Ветер ластится штормовой. Синие очи далеких подруг, Ой, вы ночи, матроски ночи, Только небо до моря вокруг. Ой, вы ночи, матроски ночи, Только небо до моря вокруг. Волны пенятся, мачты кренятся, Ветер гонит облака. Ночь беззвездная, море грозное, И тоска берет моряка. Ну а главное, если б славная Одарила бы письмом, Даже палова заплясала бы, Заходила бы колесом. Синие очи далеких подруг, Ой, вы ночи, матроски ночи, Только небо до моря вокруг. Больше месяца, парень бесится, И друзья сказали так, Брось ты нервничать на манер девчат, Не забудь, браток, ты ж моряк. Ну а главное, если славная Парня дома ждет, Если нравится флот красавице, Никуда она не уйдет. Синие очи далеких подруг, Ой, вы ночи, матроски ночи, Только небо до моря вокруг. Ой, вы ночи, матроски ночи, Только небо до моря вокруг. Ой, вы ночи, матроски ночи, Только небо до моря вокруг. Споете, друзья, Ведь завтра в поход Уйдем в предрассветный туман. Споем веселень, Пусть нам подпоет Седой боевой капитан. Прощай, любимый город, Уходим завтра в море, И ранний порой Мелькнет за кормой Знакомый платок голубой. Прощай, любимый город, И ранний порой Мелькнет за кормой Знакомый платок голубой. А вечер опять хороший такой, Что песен не петь нам нельзя. О дружбе большом, О службе морской, Подтянем дружнее друзья. Прощай, любимый город, Уходим завтра в море, И ранний порой Мелькнет за кормой Знакомый платок голубой. И ранний порой Мелькнет за кормой Знакомый платок голубой. На рейде большом Легла тишина, А в море окутал туман. И берег родной Целует волна И тихо доносит боя. Прощай, любимый город, Уходим завтра в море, И ранний порой Мелькнет за кормой Знакомый платок голубой. Прощай, любимый город, Уходим завтра в море, И ранний порой Мелькнет за кормой Знакомый платок голубой. Мелькнет за кормой Мелькнет за кормой Мелькнет за кормой Мелькнет за кормой Вспоминая про ласковый взгляд. Мы решили, друзья, Не влюбляться Даже в самых красивых девчатках. А почему? Да потому, потому, Как мы пилоты Мелькнет за кормой Мелькнет за кормой Мелькнет за кормой Встретишь, увидишь, полюбишь, а на завтра приказ улетать. Потому, потому что мы пилоты, небо наш, небо наш, родимый дом. Первым делом, первым делом самолеты, а девушки потом. Первым делом, первым делом самолеты, а девушки потом. Потому что мы пилоты В небо наше, в небо наше родимый ток Первым делом, первым делом самолеты А девушки, а девушки потом В небо наше родимый ток Горит свечи огарочек, гримит не дальний бой Налей дружок по чарочке, по нашей фронтовой Не тратя время по пусту, поговорим с тобой Давно мы дома не были, цветет родная ей Как будто сказки не были за тридевять земель На ней иголки новые, медовые на ней На ней иголки новые, а шишки все нервовые Медовые на ней Где елки осыпаются, где елочки стоят Которые год красавицы гуляют без ребят Зачем им ссорки ранние, коли парни на войне В Германии, в Германии, в далекой стороне Лети, мечта солдат сгорят К девчине самой ласковой Что помнит обо мне Горит свечи огарочек, гримит не дальний бой Налей дружок по чарочке, по нашей фронтовой В конце сороковых годов поэт Замечательный Александр Чуркин, который был и другом, и автором Который много лет вместе с Василием Павловичем провел Он был свидетелем такого разговора Леонид Ощетесов говорил Исааку Ощу Данаевскому Что он ему говорил о том, что вот вы единственный композитор Который пишет такие песни Когда завершается концерт, люди уходят с концерта И продолжают их петь уже вне зрительного зала На что Данаевский ему сказал Ну, вы знаете, не только один я Вот я знаю, что в Ленинграде появился такой новый композитор Василий Павлович Соловьев Седой Я не хочу быть пророком, но у него большое будущее Ну, понятно, что Чуркин был человеком доброжелательным По отношению к Василию Павловичу Соловьеву Седому Но, действительно, вот эта мелодика, которая покоряет всякий раз Когда слушаешь песни Соловьева Седова Она удивительна совершенно Но, честно говоря, когда мы думали делать этот концерт Не делать этот концерт Я думал, зачем это молодым людям? Будут ли они это слушать? Ну, поем мы там две песни Подмосковные вечера и Город над Вольной Невой Ну, и больше они, наверное, ничего не споют На самом деле мы просто их, так сказать, тестировали И когда мы разучивали вот то, что вы сегодня слышите То наши молодые выпускники, студенты К этому отнеслись необычайно трепетно Потому что есть в этой музыке некая такая магия Которая покоряла в 20 веке Которая продолжает покорять в 21 веке И знал какой-то секрет Василий Павлович Которая, может быть, как говорил старик Фирс В Вишневом саде уже утрачен И боюсь, что утрачен Потому что эти композиторы Писали совершенно по-другому Они писали так, что эти песни хочется слушать Все время, не прерываясь И я думаю, что это и заставило Наших молодых актеров, выпускников Приготовить тот номер, который сейчас вы и увидите А не надо на меня так смотреть У меня здесь броня Ни одна Катюша не прошибет А меня так и зовут Катюша Дождливым вечером, вечером, вечером Когда пилотам скажем прямо, делать нечего Мы приземлимся на столовку Говорим о том, о сём И нашу песенку любимую споём Пора путь в дорогу Дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идём Над милым порогом Кончнусь я брызгым тебе крылом Пускай судьба забросит нас далёко Пускай! Ты к сердцу только никого не допускай Следить буду строго Мне вверх курит, но всё Ты так и знай Будет весело, весело, весело Ну что ж ты, милая, курносый нос повесила Мы выпьем раз, выпьем два За наши славные у два Ну так, чтоб завтра ни по левым, ни лавам Пора в путь в дорогу Дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идём Над милым порогом Кончнусь я брызгым тебе крылом Пускай судьба забросит нас далёко Пускай! Ты к сердцу только никого не допускай Следить буду строго Мне сверху видно всё Это ты знай Мы парни бравые, бравые, бравые И чтоб не сглазили подруги нас кудрявые Мы перед уэлемом ещё и поцелуем коричневый И трижды плюнем через левое плечо Пора в путь в дорогу Дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идём Над милым порогом Кончнусь я брызгым тебе крылом Пускай судьба забросит нас далёко Пускай! Ты к сердцу только никого не допускай Сидись буду строго Мне сверху видно всё Ты так и знай Ты так и знай Взяли Поклонились Пошли Сели Всё АПЛОДИСМЕНТЫ Девочки, давайте АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 это говорил, потому что я не случайно вспомнил внука Василия Павловича, потому что инициатором сегодняшнего вечера на самом деле был Василий Соловьев-Седой-младший. Он сразу взял нас в оборот после вечера пиафа-сенатора и сказал, что вот Василий Павлович 110 лет, и если вы это не сделаете, то вы... Мы сказали, Вась, мы сделаем все, что ты хочешь. При одном условии, что ты будешь петь. И вот сейчас он будет петь. Ничего не говорила Только рядом до речки прошла Посмотрела, как будто рублем погорила Посмотрела, как будто огнем обожгла Посмотрела, как будто рублем погорила Посмотрела, как будто огнем обожгла Расставаться глянулась На прощанье пахнула рукой И такою улыбкою мне улыбнулась Что вовек не забыть нам улыбки такой И такою улыбкою нам улыбнулась Что вовек не забыть нам улыбки Какой Да сегодня прояснилось Ночь хорошие звезды зажгла Первой роте сегодня ты ночью приснилась А четвертая рота заснуть не могла Первой роте сегодня ты ночью приснилась А четвертая рота заснуть не могла А четвертая рота заснуть не могла У бабушки было три внука красивых пригожих с собой Их с детства морская наука прельщала красивой судьбой А ну-ка А ну-ка А ну-ка У бабушки было три внука А ну-ка А ну-ка У бабушки было три внука Ходить в океаны на плоти служить В далекие страны со скандрой ходить А ну-ка А ну-ка У бабушки было три внука Вот так штука красота Один был хозяйственный дельный Другой был всегда волевым Стал коком один корабельный Другой тогда стал рулевым Ведь и красою морскою блистал Военной весной Вдруг посманом он встал А ну-ка А ну-ка У бабушки было три внука Вот так штука красота Собрались под мирную кровь И как будто бы в детстве своем Ну как же, скажи мне, родная бабусь Состоронье твое А ну-ка А ну-ка У бабушки было три внука А ну-ка А ну-ка У бабушки было три внука Ее обнимают, аж кости трещат Ой-ой-ой-ой Вамираю Под ласковым внучат А ну-ка А ну-ка У бабушки было три внука Вот так штука красота А ну-ка А ну-ка А ну-ка А ну-ка С той поры, как мы увидели с тобой, Сердце радость и надежду я ношу, По-другому и живу я, и дышу. С той поры, как мы увидели с тобой, Милый друг, наконец-то мы вместе, Ты плыви, наша лодка, плыви. Сердцу хочется ласковой песни И хорошей большой любви. Сердцу хочется ласковой песни И хорошей большой любви. Точно звезды светят, ясные глаза. Отражается в них месяц золотой Над прозрачной и теплой водой. Точно звезды светят, ясные глаза. Милый друг, наконец-то мы вместе, Ты плыви, наша лодка, плыви. Сердцу хочется ласковой песни И хорошей большой любви. Не могу я наглядеться на тебя, Как мы жили друг без друга, не пойму. Не пойму я, чего и почему. Не могу я наглядеться на тебя. Милый друг, наконец-то мы вместе, Ты плыви, наша лодка, плыви. Сердцу хочется ласковой песни И хорошей большой любви. Сердцу хочется ласковой песни И хорошей большой любви. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Как-то в утро вечнее радость позаранку Старшина милиции задержал гражданку Старшина милиции задержал гражданку Ту, что не по правилам, перешла таганку Старшина, старшина, перешла таганку Перед ней на вытяжку встал он честь по честь, Поглядел на девушку и застыл на месте, Будто он действительно увидал впервые Очень темно-карие, косы золотые Старшина, старшина, косы золотые Старшина, старшина, косы золотые Старшина, старшина, косы золотые И ходит он часто на таганку Все мечтая встретить там строгую гражданку И о ней он, думая точно о невесте Переходит улицу в запрещенном месте Старшина, старшина, косы золотые Старшина, старшина, косы золотые Гаснет свет на улицах Тихо спит столица Старшине влюбленному До утра не спится Грустные случаются В жизни положения Если нарушаются Правила движения Старшина, старшина, правила движения Старшина, старшина, правила движения Старшина, старшина, косы золотые Песня «Город над вольной Невой» Песня «Город над вольной Невой» Которую Василий Павлович Славович Сударев Песня «Город над вольной Невой» А долг образовался следующим образом В 1956 году Они с Михаилом Мутусовским Написали песню, которая называлась «Ленинградские вечера» Ну, написали, как-то она мне очень понравилась Положили в стол И тут на их радость или беду Пришел заказ из студии Центральной студии документальных фильмов Нужно было написать три песни Два хора таких спортивных И одну лирическую песню К фильму, которая называлась В дни спартакиады Поскольку времени уже не было Все подгоняли Они вытащили эту песню «Ленинградские вечера» Мутусовский написал Поскольку эта Олимпиада Происходила в Подмосковье Он написал «Подмосковные вечера» Поправили чуть-чуть текст Василий Павлович Чуть подправил музыку И отправили в это документальное кино Там ее ругальчески разругали Хоры понравились А вот эту песню показалось Ни к чему Она какая-то лирическая Дурацкая Какой-то фоном она там прошла И тут начали приходить письма От граждан А тогда к письмам граждан Относились серьезно А если граждане хотят То значит надо Исполнять эту песню Подмосковные вечера Но Василий Павлович Вообще ни о чем не думал даже Он к 57 году Когда надо было дать Какую-то песню Написать в конкурс К международному фестивалю Молодежи и студентов Он написал песню Если бы парни всей земли И думал что вот это Вот с этим он и войдет в историю Хотя отчасти это правда А подмосковные вечера Это было что-то такое Между строк И он тем не менее Ошибся Как ошиблись все Разруганная всеми песня Прошедшая как бы незаметно Стала гимном Фестиваля молодежи и студентов Получила золотую медаль Первую премию И стала всемирно известной Потому что ее пел Луи Армстронг Ее пел Там Карел Гот Когда Василий Павлович Приехал в Бразилию Он давал концерт На знаменитом Футбольном стадионе Маракана На следующий день Ему наливали в ресторанах Бесплатно Ну что может быть Выше этого признания Автора Если в Бразилии За басмосковные вечера Наливают бесплатно Ну и Клиберн естественно Играл эту Замечательную музыку Что тоже является Всенародным признанием Разумеется Но поскольку они В общем чувствовали Он чувствовал свою вину Перед родным городом Поскольку это была песня Ленинградские вечера То позже Чтобы как-то сгладить Свою вину Перед горожанами Он написал С Чуркиным Город над Вольной Невой И вот город над Вольной Невой Стал гимном По существу Ленинграда И это И Петербурга И я думаю Что эта музыка Конечно же Так же как Подмосковные вечера Останется Навсегда АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Город над Вольной Невой Город нашей славы Трудовой Слушай, Ленинград Я тебе спою За душевную песню свою Слушай, Ленинград Я тебе спою За душевную песню свою Здесь проходила Друзья Юность комсомольская моя За родимый край С песней молодой Шли ровесники рядом со мной За родимый край С песней молодой Шли ровесники рядом со мной И с той поры огневой Где бы мы не встретились с тобой Старые друзья Вас я узнаю Беспокойную юность мою Старые друзья Вас я узнаю Беспокойную юность мою Песня летит над Нимой Засыпает город дорогой В парках и садах И вышли в старт Докрой ночи Родной день и враг Не слышны в саду даже шоу Песня летит над Нимой Песня летит над Нимой Засыпает город Песня летит над Нимой Песня летит над Нимой Песня летит над Нимой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты 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 Аплодисменты